Пятница 13-я для Дарьи едва не стала роковой. В тот день девушка должна была забрать сына из детского лагеря в одном из барнаульских спортивных клубов. Приехала, как обычно, в районе 6 вечера. Оказалось, что ребенка там уже нет. Он долго стоял вот здесь, вот возле Адриатики. То есть все родители разъехались, он остался один. Он дошел до конца, то есть получается, родителей не было. Но минут 20 он тут ходил один. То есть никто из вожатых и взрослых вообще не вышел. Смена в тот день закончилась раньше обычного. Только об этом, уверяет Дарья, ее не предупредили. В итоге ребенок, не дождавшись родителей, пошел домой. Помня о том, что мама с папой на работе, направился к бабушке. До цели пара районов-кварталов, оживленные перекрестки и более 5 километров. Один в городе, к счастью, обошлось. Зашла на ресепшн, стоит наш вожатый. Я говорю, я пришла за своим ребенком. Он говорит, за каким ребенком? Я говорю, как за каким? За своим, за Захаром. Он говорит, а его нет в лагере. Я говорю, в смысле нет его в лагере? Он говорит, а его никто не мог забрать? Я говорю, вы такой мне вопрос задаете, говорю. То есть вы детей можете отдавать всем посторонним людям? Поход из клуба зафиксировали десятки видеокамер. Эти доказательства Дарья вместе с заявлением передала полицейским, которые были вызваны на место. Прошло ровно два месяца. По заверениям мамы Захара, никаких извинений, никаких действий со стороны правоохранителей не последовало. Свою позицию нам сегодня озвучили представители клуба, при котором работал лагерь. По данной ситуации правоохранительными органами проведен комплекс проверок, после которых нарушений и халатного отношения со стороны Велнос-клуба Адриатика не установлено. Имеются документы. Тем не менее, родителям мальчика в самом начале принесены извинения от руководства Велнос-клуба Адриатика. В последнее время это уже не первый случай, когда маленькие дети самостоятельно гуляют по Барнаулу. Не так давно двухлетний малыш ушел из детского сада. Через несколько часов ребенка нашли в соседнем торговом центре. В отделе игрушек тоже обошлось. На память сотрудники магазина вручили потеряшке ту самую машину, ради которой он покинул дошкольное учреждение. В случае с Захаром потребовалась помощь психологов. Ребенка мучили ночные кошмары. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости.